Сразу говорю, не вздумайте это делать категорически. Мне же понадобится блок питания, точнее зарядное устройство от мобильного телефона, абсолютно любое. В моем случае это зарядка от мобильного телефона Samsung прошлого тысячелетия, еще с поддержкой ECO-порта. Кто застал эпоху начального появления мобильных телефонов, меня поймет. С помощью ножа прохожусь по месту соприкосновения верхней крышки с основным корпусом и аккуратно снимаю последнюю. Господи, за что мне это? Ну почему не сделать один всего лишь шуруп? Нет, все должно быть так, чтобы хрен разберешь. И никак иначе. Победа! Извлекаю плату с блоком питания. Далее потребуется тестер, а точнее щупы от него. Снимаю изоляцию с концов проводов. Я делаю, подчеркиваю, все по инструкции. Так надо. Ножом или кусачками снять изоляцию нельзя. Только специальным инструментом. Залуживаю провода. Вероятнее всего, провод высококачественный, китайский. С процентным содержанием меди 99%. Остальной 1% золота. Поэтому провод будет паяться просто превосходно. Побольше кристаллик канифоли и залуживаю. Хотя, обычно, как показывает практика, китайские провода не появятся без агрессивной кислоты вообще. С большим трудом впхал, не побоюсь этого слова, эти толстые провода и закрываю верхнюю крышку. Вот и все. Наша чудесная самоделка готова. Осталось только проверить. Лишенный щупов, бедненький. Мультиметр. Устройство очень-очень удобное. В слове удобное все буквы заглавные. Во-первых, можно быстро проверить светодиод. Очень быстро. Во-вторых, очень удобно ремонтировать различную технику. Электронную. Электронные устройства. Особенно цифровые. Раз, и вы быстро 5 вольт можете подать куда нужно. Рекомендую. Идею для изготовления столь шикарнейшей самоделки я подсмотрел в инстаграме. Так случилось. Инстаграм среди огромнейшего количества видео от инста самчих подсунул мне видео об изготовлении этого чуда. Я его посмотрел, естественно. И сердце мое начало тягкотеть с троекратной скоростью, с троекратной частотой. Да, я тоже иногда бывает что-нибудь как засниму, засниму. Да, не секрет. Бывает глупость, бывает стоящее. Ну, все мы как бы не без реха. Но в данном случае это просто же совет дня, совет года, нобелевскую премию дать, кандидата наук. Человек предлагает взять блок питания, в его случае это зарядное устройство, и к его выходу припаять щупы от тестера. И казалось бы, это мега удобно. На самом деле, представьте себе ситуацию. Вы собираете какое-либо устройство на дорогущих компонентах, допустим, на микроконтроллере. И вы штрыкаете эти щупы с напряжением и всунули где-нибудь не туда. И взяли на прошитый микроконтроллер, то есть микроконтроллер с программой, взяли и поскудили его. Подали ему там на первую ногу 5 вольт этих или 6 вольт. И все. Умер, товарищ. Ремонтируете вы телефон. И так же самое, вроде казалось бы удобно, раз 5 вольт подкинул. Но вы по ошибке взяли куда-нибудь на дроссель, нацепились, подали на него 5 вольт. Дроссель маленький, провод тоненький. Он только пшух и все. И вы долго будете думать, что же такое, что же происходит. Более того, есть такая штука, подсознание. Опять же, допустим, вы ремонтируете телефон. Не важно, дорогой, дешевый, не суть важна. Вы держите в руках щупы от тестера. Если вы постоянно в электронике копошитесь, у вас уже автоматом эти щупы. И по-любому вы ошибетесь и подумаете, а у меня тестер, сейчас я быстренько прозвоню в микрофон. Или, допустим, громкоговоритель. И вы туда джинь 5 вольт. Опять же, до свидания. Короче, не вздумайте делать подобного рода самоделку. Не вздумайте. Поберегите лучшее зарядное устройство. Выкиньте его лучше, чем делайте нечто подобное. Пишите свое мнение в комментариях. Жму руку на посран. Пока. Продолжение следует...